Привет, Нелпер! В этом видео мы разберемся с тобой с причинами прокрастинации и поймем, как с этим бороться. Но для начала давай разберемся в терминах. Что такое прокрастинация? Прокрастинация это последовательное откладывание важных дел на потом. Но как же отличить, что есть прокрастинация, а что нет? Давай разберемся на примерах. Например, ты играешь в какие-то компьютерные игры. Если ты играешь в компьютерные игры во время отдыха, то есть это у тебя запланировано, это не прокрастинация. А если вместо работы ты играешь в компьютерные игры, вместо важных дел ты начинаешь заниматься какими-то другими делами, которые помогают тебе расслабиться, то это уже является прокрастинацией. Либо простое втыкание в инстаграмчик или в тикток. Если ты это делаешь во время отдыха, то есть это у тебя запланировано, ты так развлекаешься, то это не прокрастинация. Если же вместо того, чтобы делать какое-то важное дело, ты втыкаешь в инстаграм или в тикток или еще куда-то, то это уже будет являться прокрастинацией. И также, если ты отдыхаешь спокойно, когда ты отдыхаешь и развлекаешься, ты чувствуешь себя хорошо при этом. Причем твой отдых, скорее всего, запланирован. Это не является прокрастинацией. Но если во время отдыха и развлечений ты переживаешь о том, что ты чем-то сейчас не занят более важным, то это уже и является признаком прокрастинации. И давай разбираться с причинами. Первая причина прокрастинации это проблемы с отдыхом. Мы не умеем планировать свой отдых, все время работаем, работаем, работаем. И в какой-то момент наш мозг в качестве защитной реакции начинает искать способы для отключения. Ведь те вещи, о которых я говорил в начале этого видеоролика, они и являются способом расслабиться. Когда мы смотрим в телефон, листаем ленту просто так, не задумываясь о том, что там происходит, мы в этот момент отдыхаем. Наш мозг помогает нам расслабиться. Что в этом случае можно делать? В этом случае нам нужно обязательно планировать свой отдых. И это не то, что там я через полгода запланирую отпуск. Это хорошо. Нам нужно планировать отдых на разных участках. Нам нужно планировать свой ежедневный отдых. Нам нужно планировать свой еженедельный отдых, ежемесячный, ну и так далее, и так далее, и так далее. В течение дня тебе просто нужно отводить специальное время для того, чтобы отдыхать или заниматься ничего не деланием. Вторая причина прокрастинации это то, что многие из нас не умеют расставлять свои приоритеты и очень много занимаются теми вещами, которые на самом деле не так важны. Другими словами, мы не идем к своей цели, а занимаемся какими-то параллельными делами. Помогаем другим, там друг позвонил, подруга, ай, надо поговорить, ай, надо пожалеть, ай, надо еще что-то сделать. Нужно куда-то съездить с кем-то, свозить жену, свозить ребенка и так далее, и так далее, и так далее. А наши цели, они как будто остаются по боку, где-то в стороне. И это тоже может являться причиной прокрастинации. Почему? Потому что мы не расставили свои приоритеты, а когда наши приоритеты не расставлены, мы занимаемся тем, что от нас просят другие. Поэтому очень важно прям прописать свои цели, прописать свои задачи и наметить, что именно для меня важно, а что важно для других. Следующая причина нашей прокрастинации это слишком большая и амбициозная цель. Сейчас поясню, что это значит. Иногда мы себе ставим такие вот очень большие цели, на которые мы смотрим и нам даже кажется, что это нереально. То есть цель настолько не соответствует моей текущей действительности, что у нас начинает бессознательно включаться механизм. Ай, все равно это невозможно сделать, поэтому я ничего делать и не буду. То есть мы не ассоциируем себя с большой целью. Для решения этой задачи нужно свои цели дробить. Давай на простом примере. Если ты сейчас зарабатываешь, условно говоря, 100 долларов, а хочешь зарабатывать миллион, то скорее всего ты ничего не будешь делать для того, чтобы зарабатывать миллион. Потому что настолько кажется большим и нереальным, что как будто и нет смысла что-то делать. Потому что от маленьких шагов ты не заметишь больших результатов. И что в этом случае мы делаем? Мы шинкуем нашу цель на маленькие кусочки. Как говорится, съедаем слона по кусочкам. Ставим себе маленькие промежуточные цели, которые в конечном итоге будут приводить тебя к твоему большому результату. Это очень важно и многие люди на этом погорели. Следующая причина прокрастинации это чужие цели. Когда мы преследуем те цели, не которые нам хотелось бы достигать, а те цели, которые нам навязаны обществом. Надо учиться на инженера. Почему? Потому что инженер хорошо зарабатывает. Либо нужно обязательно купить вот такую машину, потому что все крутые ребята ездят на такой машине. И чтобы здесь разобраться, нужно задать себе несколько вопросов. Первый вопрос. А как я понял, что я этого хочу? И второй вопрос. А действительно ли я этого хочу? Если ты разберешься, твоя эта цель или не твоя, если ты найдешь ответы на эти предыдущие два вопроса, то ты сможешь откалибровать, отфильтровать свои цели и цели навязанные. Следующая причина прокрастинации это отсутствие перспективы. Мы живем в очень резко меняющемся мире. И как ты уже заметил, что сейчас достаточно тяжело спланировать что-то хотя бы на полгода вперед. И это является по большому счету причиной прокрастинации во многих случаях. Почему? Потому что мы бессознательно, имея какую-то цель, не понимаем, зачем нам выполнять какие-то действия по достижению этого результата, если мы не понимаем, что через полгода это действительно точно случится. А скорее всего обстоятельства настолько сильно могут измениться, что наша цель не будет достигнута. И таким образом мы даем себе такое оправдание. А зачем я это буду делать, если все равно ничего не получится? И как решить эту задачу? Когда мы находимся в ситуации, когда мы не видим и не понимаем перспективы, и то есть наша окружающая среда очень быстро меняется, мы не знаем, где мы будем через месяц жить, мы не знаем, какая будет обстановка вокруг нас, нам здесь помогает возможность какого-то большого видения. Помнишь, несколько минут назад я говорил о том, что слишком большая цель? Да, это есть такое дело. Но здесь я говорю о большом видении. То есть тебе нужно реально понимать и представлять, к чему ты хочешь прийти, условно говоря, через несколько лет. Каким человеком ты хочешь быть, в каких условиях ты хочешь жить, чем ты хочешь заниматься и так далее. Но это не является целью. Это является таким общим большим видением. И тебе нужно формировать у себя свою поведенческую гибкость. То есть у тебя есть сформированное видение, каким ты человеком хочешь быть, где хочешь жить, ну и так далее, и так далее, и так далее. И понимать, что нужно развивать в себе гибкость. То есть я буду идти к своей цели, к своему большому видению, но я готов меняться в процессе этого пути. Я готов адекватно реагировать на изменяющуюся среду и готов быть гибким. И тогда у тебя не будет проблем с прокрастинацией. Когда у тебя есть прописанное большое видение, и ты позволяешь себе быть гибким, тогда ты будешь предпринимать разные шаги. Следующая причина прокрастинации – это неуверенность в результате. То есть мы сами не верим, что наша цель, она возможна. То есть я не верю, что именно я могу этого достичь. Здесь поможет анализ. Здесь нужно пособирать кейсы, нужно поискать тех людей, которые уже достигли этого результата, посмотреть их общий какой-то опыт, и соотнести с собой, и понять, а действительно ли я могу этого достичь, или я действительно этого не могу достичь. Потому что очень часто, когда мы не уверены в том, что именно я могу это сделать, здесь причина все-таки больше в ограничивающем убеждении, мы начинаем прокрастинировать. Мы вроде как задекларировали, поставили цель, но когда мы внутри себя не верим, что эта цель достижима, мы прокрастинируем, опять же по той же причине внутренний голосок нам шепчет, а зачем что-то делать, все равно это не получится. Следующая причина прокрастинации, она противоположна предыдущей. В чем она заключается? Это то, что у нас есть завышенные ожидания от самого себя. То есть нам кажется, что мы можем эту цель действительно настолько легко и просто достичь, что мы в принципе не предпринимаем никаких действий. И над этим тоже нужно работать. То есть нужно реально отдавать себе отчет в том, что для достижения какого-то результата нужно прилагать усилия. Причем прилагать усилия ежедневные. Но если нам кажется, что мы можем легко этого достичь, мы, как правило, начинаем откладывать. Потому что мы думаем, ага, я же это могу, я же это умею. И мы откладываем, откладываем, откладываем. Поэтому здесь нужно работать с самодисциплиной. Маленькие действия ежедневно. И ты втянешься в этот процесс. Следующая причина прокрастинации это перфекционизм. Есть такие люди, которые любят делать все идеально. Но очень часто они бездействуют именно за счет этого своего качества. Я не хочу сказать, что перфекционизм это качество нехорошее. Тот, кто перфекционист, сейчас поймет, о чем я говорю. Есть такое ощущение внутреннее, что он должен делать все и хорошо, и идеально с первого раза. И таким образом, когда у нас есть такое убеждение, что я должен сделать все сразу с первого раза хорошо, то мы, соответственно, откладываем. Потому что если мы начинаем делать что-то новое, естественно, мы здесь не можем сделать идеально с первого раза. А раз мы не можем сделать идеально с первого раза, я сейчас говорю как перфекционист, то я не буду и вообще ничего делать, чтобы не опозориться, как говорится. Зачем мне тратить энергию на то, что я не могу реализовать в совершенстве? И здесь нам поможет позиция ученика. Очень важно в нашей жизни, когда мы идем к какой-то новой цели, становиться на позиции ученика. Если у тебя цель повысить доход в несколько раз, если у тебя цель что-то купить, если у тебя цель стать каким-то другим человеком, либо освоить профессию, но ты перфекционист, тебе очень важно развивать в себе вот это качество, вот эту идентичность ученика. Как ученик подходит к своему обучению? Он понимает, что он еще ученик, и он учится. То есть, если у тебя цель заработать миллион долларов, то тебе нужно осознать, что ты сейчас учишься зарабатывать миллион долларов. Если твоя цель освоить какую-то новую профессию, тебе нужно осознать, что ты сейчас учишься осваивать новую профессию. И это очень важно. Позиция ученика, любого перфекциониста, реально спасет от прокрастинации. Следующая причина прокрастинации – это наличие какой-то вторичной выгоды. Сейчас объясню, что это такое. Есть какая-то причина, по которой тебе выгодно не достигать цели. Например, ты можешь себя в этот момент жалеть. И это очень часто является хорошей вторичной выгодой. Либо ты избегаешь осуждения окружающих. Не предпринимая никаких действий, ты таким образом удовлетворяешь свою вторичную выгоду. Как ее выявить? Чтобы выявить вторичную выгоду, тебе нужно задать себе вопрос. А почему мне выгодно не достигать того результата, которого я хочу? Почему мне выгодно откладывать это на потом? И ты там найдешь ответы. Я смогу себя пожалеть, или я там избегать буду того-то, того-то, того-то. Это очень круто, если ты найдешь для себя ответы на эти вопросы. А когда ты найдешь для себя ответы на эти вопросы, задайся вопросом. А как я эту вторичную выгоду смогу для себя закрыть, но другим способом? И это будет хорошим твоим продвижением против прокрастинации. Следующая причина прокрастинации – это осуждение окружающих. Согласись, что мы порой очень часто зависим от мнения других. И мы очень часто не хотим, чтобы нас осуждали. И здесь мы как бы оказываемся в ловушке. Потому что, если мы что-то делаем, то нас будут осуждать. Вот ты кем себя возомнил, ты вот таким вот стал, и так далее, и так далее, и так далее. Но такое присутствует в нашем обществе. Одновременно, если мы ничего не делаем, над нами тоже будут смеяться, потому что будут говорить, ай, ты бездельник, ты ничего не делаешь. К какому выводу мы здесь можем прийти? Что так будет всегда. Всегда либо, если ты действуешь, люди будут тебя осуждать, либо ты, если бездействуешь, люди тебя тоже будут осуждать. И какой здесь выход? Нужно принять и признать, что осуждение, оно будет всегда. Каким бы ты ни был идеальным, каким бы ты ни был хорошим. Если ты действуешь, тебя осуждают. Если ты бездействуешь, тебя тоже осуждают. Поэтому просто прими как данность, что это будет всегда, и не обращай на это внимания. Ну и последняя причина прокрастинации – это отсутствие поддержки окружающих. Нам всем хочется, чтобы нас поддерживали. Поэтому мы можем создавать такую среду, которая будет действительно нас поддерживать. Как это делать? Первым делом нужно попробовать поискать единомышленников, либо тех людей, которые будут тебя поддерживать в твоих желаниях и начинаниях. Это очень круто, если ты найдешь таких людей. Второе. Если ты таких людей не нашел, то нужно учиться поддерживать себя самому. Что нам в этом деле поможет? В этом деле нам поможет вторая позиция. Нам нужно уметь смотреть на себя со стороны, глазами другого человека, и давать эту поддержку себя самому. Знаешь, как будет хорошо работать? Если ты будешь глядеть на себя со стороны, глазами как будто старшего брата, который может дать поддержку, который может подбодрить, или старшей сестры. То есть ты себя представляешь более младшего возраста, а сам смотришь на себя глазами уже более старшего человека, и даешь вот эту поддержку. Ну и еще. Если ты хочешь получать поддержку, если ты действительно сталкиваешься с прокрастинацией, совсем скоро я проведу пятидневный онлайн-марафон, где мы будем в онлайн-режиме, в зуме, будем прямо в живом общении в течение пяти дней прорабатывать свою прокрастинацию, делать небольшие посильные занятия, и за эти пять дней ты сдвинешь все свои дела с мертвой точки. Ссылка на марафон в описании. Я жду тебя.